Ярко и масштабно в пятницу 26 апреля состоялась церемония закрытия хоккейного сезона в Беларуси. С первой попытки Металлург под руководством Андрея Разина стал обладателем Кубка Гагарина. 16-кратный Мешков Брест на своей площадке вновь победил СКА и в трех матчах закрыл финальную серию чемпионата страны по гандболу. О главных спортивных событиях за прошедшие 7 дней расскажем в ближайшие 40 минут. С вами Кристина Захарова и Олег Завадский. Белорусский хоккей красиво ушел в отпуск. В пятницу 26 апреля состоялась масштабная церемония закрытия сезона. 25 наград в разных номинациях были вручены лучшим игрокам, менеджерам, тренерам, журналистам и другим представителям белорусского хоккея. Лучшим тренером стал Дмитрий Кравченко, который третий раз подряд с Металлургом забоевал Кубок Президента. Лучшим хоккеистом Форвард с Эльгорского шахтера Михаил Шалагин. Всего же он собрал рекордные 5 индивидуальных статуэток. А лучшим хоккейным журналистом стал автор проекта «Овертайм» на нашем телеканале Леонид Ликаревич. Поздравляем! Все самое интересное, что в этот вечер пятницы произошло на церемонии закрытия сезона в материале Анастасии Кондратенко. В этот день в году все игроки, тренеры и руководящий состав хоккейного сообщества Беларуси превращаются в героев голливудских фильмов. Эффектно выходят из автомобилей, проходят по красной дорожке и вот начинается еще одна игра. Именно под таким слоганом и уже традиционно с размахом церемония закрытия сезона прошла в свой четвертый раз. «Каждый сезон неповторимый, каждый сезон уникален. Еще в прошлом году мы думали, как можно сделать лучше этот сезон. И мы видим, что это удается. Удается не только поднять спортивную составляющую, как хоккей в таком, но и медийную, привлечь более интересные какие-то коммуникации в команды. То есть мы видим, что те инструменты, которые мы даем клубам, и они подхватывают, подхватывают очень интересно, очень необычно. И даже что-то привносит, что-то свое в хоккей, что делает его таким интересным для болельщиков. Потому что мы видим, этот сезон побил все рекорды посещаемости и телетрансляции». За годы существования церемонии зрители уже привыкли к ярким перформансам. Поэтому каждый сезон ее участникам вновь приходится искать, чем еще можно удивить публику. Например, Брест приезжает на автобусе с интересным дизайном. Руководство Федерации выбирает для себя статусные машины. А вот Жлобинский «Металлург» берет своими титулами и уверенно входит в зал трехкратным победителем белорусской экстралигии. «Оно как-то идется так легко. Я так понимаю, что это не последний раз. Поэтому пусть идется». Но согласитесь, в этом году приз за самое необычное появление заслуживает никто иной, как Герман Нестеров, а точнее его сын Яромир. Пока капитан Гомеля с супругой идут к ресторану, мальчик подъезжает на Ламборгини. Еще один сюрприз для всех присутствующих – ведущая шоу Ольга Бузова. И все же главная интрига вечера – 25 наград и приз лучшему игроку сезона. А этот хоккейный год получился очень насыщенным. «Очень было необычно по результатам. Потому что мы видим, что Витебс, который лидировал на протяжении всей регулярки, и Брест, который ничего не предсказывал, что покажет в серии плей-офф. Видим, что Брест завевал серебряные медали. И вот эта непредсказуемость спорта, вот эти эмоции, которые были в победах и проигрышах всех или иных команд – это и есть вот эта вот изюминка спорта». «Здесь все понятно. Команда сделала все, что возможно. Показала хорошую игру, показала конец сезона. То, что самые главные игры, когда пришли, она пока была на самом верху, я считаю, что дошла до финала. Несмотря на то, что мы его проиграли. Но, наверное, самый главный показатель – это болельщики. Болельщики, которые пришли на все матчи чемпионата, поддерживали нас. Наверное, это то, что обратило внимание». Пробежимся по номинациям. Лучшим защитником экстралиги стал Павел Воронов. Лучшим нападающим признали Михаила Шалагина. Лучший молодой игрок – Арсений Ковгореня. Самый медийный хоккеист – Андрей Антонов. Награду за преданность хоккея получил Александр Житких. Михаил Стефанович забил самый красивый гол. А Юрий Веремеенко забросил самую важную шайбу в чемпионате. Пресс имени Руслана Салея достался Сергею Костицыну. Лучшим вратарем стал Сергей Большаков, который практически сразу по окончании чемпионата подписал новый контракт с «Металлургом». «На самом деле, мало кто знает, но я изначально подписывал контракт на два года. Поэтому это было сделано просто для того, чтобы разогреть наших болельщиков. Если смотреть даже на статистику и на матчи, и на какие-то технико-дактические движения вратарей в этой лиге, то, в принципе, очень много достойных ребят. И понятно, что будет очень тяжелая конкуренция, но все-таки этот приз в очередной раз мой». Новое соглашение подписал и Дмитрий Кравченко. Он же выиграл и кубок имени Владимира Наумова, став лучшим тренером года. «Награду главную мы выиграли. Вот кубок для своего клуба, своего города. Ну и все остальные награды, они как дополнение идут. Но это все командная работа. Это труд ни одного человека. Это коллектив единомышленников. Это и болельщики. То есть это командная работа, работа в команде. Сначала у нас была идея, потом переросло в цели. Все, поехали. Поехали и вот и приехали, чему мы очень рады». Эту награду в такой же степени заслуживал и Сергей Пушков, который по окончании сезона все же признался, за счет чего Брест на протяжении всего плей-офф не раз вписывал имя своего клуба в хоккейную историю. «За счет сплочения коллектива ребята просто сплотились вокруг идеи завоевать кубок. И мы от игры к игре шли к этому. И я думаю, что хорошая концовка сезона, но не всегда все получается. Но я думаю, что у Бреста еще все впереди». И вот она, кульминация MVP сезона в экстралиге. Им стал нападающий солигорского шахтера Михаил Шалагин. Форвард устанавливал рекорды не только на льду, но и на этой церемонии. Шалагин увез с собой сразу пять статуэток. Такое количество наград за один вечер выиграть еще не удавалось никому. «А у нас стоит минивэн с клуба «Шахтер» нашел. Поэтому все влезет. Это командный вид спорта, поэтому это заслуга каждого тренера, персонала, директора и ребята. Поэтому это все благодаря им». Ну и в завершении поговорим о тех, кто всегда находится рядом с хоккеем. Рассказывает о нем, показывает его. А самое главное – всем сердцем искренне любит. И не боится признаться в этом с большой сцены. Пресс лучшему журналисту выиграл автор программы «Овертайм» на телеканале «Беларусь-5» Леонид Лекаревич. Могу честно с этой сцены признаться, что «Экстралига» – я тебя люблю. Трансляции стали богаче, стали интереснее. И мы каждый год пытаемся что-то делать новое, растем вместе и развиваемся вместе с нашим хоккеем. Приятно, что этот тандем доставляет удовольствие болельщикам и всем тем, кто смотрит телезрителям, любителям игры, которые у нас в стране очень любят и ценят. На неделе завершился розыгрыш Кубка Гагарина. Его обладателем третий раз в истории стал магнитогорский «Металлург». Финальная серия против «Локомотива» завершилась в четырех матчах. Каждый раз «Лис» минимально побеждали своего соперника. Это первый трофей в карьере тренера Андрея Разина, который возглавил клубы перед стартом нынешнего сезона. В составе магнитогорцев впервые в карьере чемпионами КХЛ стали белорусские защитники Владислав Еременко и Данила Полевко. Ранее лишь четыре наших хоккеиста были обладателями трофея. Пять факторов успеха «Металлурга» в этом сезоне отыскал наш хоккейный эксперт Александр Цвичковский. В четыре матча уложились «Металлург» и «Локомотив» в финальной серии. Именно «Локомотив» все считали фаворитом финала. А тут поражение без шансов. «Металлург» в первый год Андрея Разина перевыполнил план. Ведь кубок от бывшего рулевого «Северстали» требовали на второй год работы. А тут сразу в первый такой триумф. Естественно, выделить основные факторы успеха довольно просто. Главное, ничего не упустить. Почти все эти факторы ведут к персоне главного тренера. Андрей Разин заходил в Магнитогорск с бэкграундом тренера не для больших команд. Как же символично, что он первый же год работает в такой большой команде, это утверждение о праве. Отсюда логично задать вопрос, кто этот образ тренеру создал. Начинал Разин с детской школы ЦСКА, с «Аратовского кристалла» и «Ишстали» в ОХЛ, где в общей сложности провел три года. В 2015-м Андрей Владимирович впервые стал главным тренером ОБКХЛ, возглавил автомобилист. Через год с небольшим ушел и в том же сезоне принял юбру. Доработал до конца регулярки и покинул хвост. После был адмирал, грустная страница карьеры. Разин тренировал команду лишь в 18 дней, несмотря на три победы в пяти матчах. Почти год тренер сидел без работы, пока не представился шанс в скромный Северсталь. В Череповце Разин провел 4,5 сезона. За это время он расстроил немало игроков. Летом 2023-го Андрей Владимирович отправился бороться за кубок у Магнит. Классно, когда у команды есть фирменный узнаваемый стиль, но крайне редко абсолютная приверженность ему приводит к трофеям. На пути к кубкам встречаются разные соперники. И именно гибкость чаще помогает касаться наград. Разин, хоть и играл в атаку, все же подстраивал Магнитку под оппонент. Если консервативного Мартимьянова нужно было взламывать, то с куда более веселым спартаком Жамнова некоторых матчей пришлось терпеть. Магнитка обладает огромным опытом игры в поздних стадиях. Видимо, это на уровне ДНК. Магнитогорск всего два года назад проиграл в финале в семи матчах ЦСКА. Уральцы пять раз играли в финалах, больше только у ЦСКА шесть, из которых выиграли три. В промежутке с 2014 по 2017 год они трижды добирались до главной серии, две из которых закончились кубком. Поколения меняются, но Магнитка претендует на титул в любом составе. Как минимум конкурентоспособна. Кроме нее лишь Акбар, Скай и Салават приняли участие во всех плей-офф в истории КХЛ. И до создания КХЛ Металлург был успешен. Три золота и семь призывов мест. Это один из самых стабильных клубов России. Козырем Локомотива в плей-офф было грамотное наложение собственных звеньев на звенья соперников, из-за чего нередко ярославцы запирали оппонента в чужой зоне и менялись прямо по ходу атак. Особенно классно это работает во вторых периодах, когда команд дальние скамейки. Меняться труднее. У ярославцев в 20 матчах плей-офф сразу 9 выигранных вторых периодов. Лучше показатель Кубка Гагарина 24. Такой стиль игры Локомотива выхолачивал защиты ЦСКА, Авангарда и Трактора, но не помог против Металлурга. Причина в том, что если прежде иерославцы выгрызали шайбу у соперников и удерживали ее в зоне, то оборона магнитки выиграла единоборство. Кроме того, Металлург удачно использовал перехват. 21-летний Илья Набоков проводил первый взрослый сезон в карьере, и в нем он почти сразу стал основным, вытеснив из ворот более опытного Артема Загидуна. Илья превзошел все ожидания. В регулярке вошел в десятку лучших вратарей Кхел по коэффициенту надежности. Восьмое место 2,15, прохочный шайз за матч. Процент отраженных бросков. Пятое-восьмое место. 93%. И победа. Шестое место. 23 победы. Плей-офф Набоков в тройке по этим показателям. А еще успел оформить 4 шотаута, один из которых в финале. Илья не только эффективный, но и еще и эффекты врата. Голкипер получил приз самому ценному игроку Кубка Гагарина. Последним вратарем до него, который брал MVP плей-офф, был Илья Сорокин в 2019 году. А еще раньше, в 2017, другой вратарь магнитки Василий Кошечкин. Причем в финал он проиграл. В регулярке Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров на двоих провели 96 матчей, в которых набрали в совокупности 26 очков. 11-15 соответственно. И это объяснимо. Это их первый сезон на взрослом уровне. Плей-офф молодые игроки Металлурга преобразились за 41 матч на двоих у Силантьева и Канцерова 30 баллов. 17-13 соответственно. Силантьев вообще стал вторым бомбардером Кубка Гагарина, уступив только Анатолию Голышеву из автомобилиста. Канцеров 19 лет стал четвертым бомбардером команды и седьмым всей лиги. При этом в его карьере не было даже в ВХЛ. В прошлом сезоне он выступал в ВМХЛ за стальных лисов. Прорыв парней случился внезапно. Рулевой магнитки Андрей Разев пробовал Силантьев и Канцерова в разных сочетаниях по ходу регулярно. Даже в первых двух раундах у них не было постоянного места. Расцвели они в первом звене вместе с интерфорудом Зерновым, куда попали только к полуфинале серии против автомобилистов. Помимо Набокова, Силантьева и Канцерова, у Металлурга есть еще четыре игрока, для которых финал 2024 первый в карьере. Данила Полевко, Данил Булалобов, Никита Гребенкин в поле и Александр Смолин в воротах. Пусть в основе играл лишь Гребенкин, важен факт, что Андрей Разев умеет интегрировать юных и активных так, чтобы они приносили пользу. Состав магнитки очень молодой. Большинство игроков по 24-25 лет. Старше 30 лишь четверо. А средний возраст команды 24,7 года. Для сравнения, у Локомотива 26 лет. Тем не менее, этот не самый опытный клейс в магнитке добрался до Кубка. А есть ведь еще и Данила Юров, лучший бомбардер Металлурга в регулярке. 62 матча, 49 очков. Юров один из самых перспективных российских центров. Про то, как Разин реанимировал Дениса Зернова, который стал лучшим снайпером плей-офф 12 голов и произвел супер-трансформацию Робина Пресса, сделав из него этакого полузащитника, вроде Эрика Карлсона из Питтсбурга, и говорить не приходится. В общем, Лис из Магнитогорска с третьим Кубком ГАГА. Мария Гнечик стала победительницей третьего этапа Кубка Мира по современному пятиборью, который проходил в Будапеште. Это первая победа в карьере белорусской на столь престижных соревнованиях, где проходит отбор на Олимпийские игры 2024. Путевки в Париж получат по 9 лучших мужчин и женщин в мировом рейтинге, которые не завоевали лицензии на предыдущих стартах цикла. Следующий этап Кубка Мира пройдет с 8 по 13 мая в Болгарии, а финал розыгрыша пройдет в конце мая в Турции. Белорусский паралимпиец Игорь Боки завоевал 5 золотых медалей на чемпионате Европы по плаванию. У Боки теперь 29 побед на чемпионате Европы. Также в его активе 28 золотых медалей на мировых первенствах и 16 наград высшей пробы на паралимпийских играх. Белорусская Татьяна Климович стала триумфатором решающего заезда женской одиночки в рамках Европейской континентальной отборочной регаты по академической гребле на Олимпийские игры в Париже. Юношеская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, стала победителем турнира развития УЕФА. В последний день наши парни встречались с командой Узбекистана и победили со счетом 2-0. Это была третья победа нашей команды. Ранее были повержены представители Таджикистана 5-1 и сверстники из Азербайджана 4-0. Белорусский голкипер Павел Майсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА 1946. В пятом матче финальной серии против Лока клуб из Санкт-Петербурга победил со счетом 2-1. Для армейцев это чемпионство стало вторым в истории. Наш вратарь провел весь матч и отразил 31 из 32 бросков. В текущем плей-офф Майсевич провел за 46-10 игр, в которых одержал 8 побед и потерпел лишь 2 поражения. Напомним, в этом сезоне Майсевич дебютировал за основу СКА в КХЛ. Мишков Брест в 16-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу. В третьем матче финальной серии на своей площадке мишковцы вновь обыграли Минский СКА 27-25. Эта встреча, как и два предыдущих матча финала, оказалась напряженной и эмоциональной. Но в концовке хозяева все же одержали победу 12-ю на ЦКА в сезоне. Сразу три игрока Абрестского клуба по итогам чемпионата стали лучшими в своих амплуа. Денис Заболотин – лучший вратарь, Эдуард Ярош – левый крайний, а Вячеслав Шумак – линейный. Секрет успеха в эксклюзивном интервью с главным тренером Мишковцев Эдуардом Кокшаровым. Ваши первые эмоции после победы в турнире? Спасибо за поздравление. Конечно, первые эмоции – это мы выполнили одну из поставленных задач. Прошли по чемпионату без поражения. Закончили серию плей-офф с тремя победами. Конечно, было непросто. Я всегда говорю, что команда СКА – достаточно квалитетная команда. Игры со СКА всегда интересны и для болельщиков, и для телезрителей. Нас еще ждут два противостояния, поэтому сезон на этом не заканчивается. Мы идем по своему пути, к своим целям. Поэтому как минимум две интереснейшие игры еще ожидают болельщиков. Чем ты можешь отличать? Все-таки вот это конкретно ваша команда, вы ее готовили. В прошлом сезоне пришли по ходу чемпионата. Или по эмоции те же, что в прошлом сезоне? Нет, ну конечно. Мы делаем селекцию, приходят новые ребята. Пришло два человека, даже три человека в середине сезона. Я прекрасно понимаю, что им нужно время, чтобы влиться в команду. Мы постепенно усиливаемся, омолаживаем команду. Если кто-то не заметил, то у нас достаточно молодая команда. Все говорят, что нет. А если мы сейчас посмотрим по годам рождения, то так оно и происходит. Поэтому мы работаем на будущее, работаем по своей программе и идем вперед. Вы сказали, что правильно заметили, что без потери очков прошли весь чемпионат Беларуси. Насколько для вас это было важно, насколько сложно, либо просто было играть в чемпионате? Ну я вам так скажу, я привык выигрывать. Я в своей карьере нацеливался только на золотые медали. И, конечно, работать в таком клубе, у которого всегда максимальные цели. Очень интересно, очень интересно. Я привык всегда идти на максимальные результаты. Никогда не жаловаться ни на какие невзгоды, ни на какие травмы игроков, ни на своих, когда был игроком. Поэтому это очень интересно. И когда у тебя получается, когда ты проходишь чемпионат и завоевываешь золотые медали, это, блин, ну классно просто. После каждой победы на ЦК вы говорите о том, что нельзя расслабляться, соперник серьезный. Вот объясните, три матча финала, все очень плотные. За счет чего ваша команда затаскивала оканской концовки этих игр? Это секрет. Зачем же я буду рассказывать? Некоторые мы узнали секреты из таймаута в прошлом матче, когда вы комбинации расписывали. Тоже это спонтанно? Вы, я так понимаю, нарабатываете комбинации? Вы знаете, я привык готовить команду до всего происходящего. Потому что я прекрасно понимаю, что в таймауте невозможно глобально что-то подкорректировать. Да, они должны понимать с полуслова, с полувзгляда. Иногда даже мы не двигаем фишки и не рисуем, потому что я считаю, что если они на звук тебя воспринимают на тренировках и готовят это все на тренировках, то достаточно пару фраз, чтобы они вспомнили и поняли, что тренерский штаб от них хочет. Вы правильно сказали, еще два у вас по сути турнира. Кубок Беларусь и Дуссеха Лига. В связи с тем, что быстро закончили чемпионат, финал, как будете готовиться, как распределять время? Прежде всего сейчас мы сделаем небольшую паузу. Ребята заработали, отдых. Дальше все по плану у нас расписано, все до конца сезона. Также посвятим чуть-чуть физической нагрузке, тактическим действиям своим. Будем стараться становиться лучше каждый день. Последний Куран после травмы сыграл первый матч. Как его подводить будете? Тот же Юрий Нок, когда появится? Вы знаете, я их всех чувствую. Я знаю, в какой момент можно запустить, насколько можно запустить. Но пока это все у нас работает, будем подводить. Мы постоянно в контакте, в разговоре с игроками. То есть мы понимаем их какие-то ощущения после травмы. Плюс еще богатый опыт. Поэтому с этим я не вижу никаких проблем. Вы сами сказали, что Брест большая команда, поэтому селекция на предстоящий сезон ведется. Может быть, наметки на следующий уже есть по игрокам? Я не буду раскрывать всех тайн, потому что это прерогатива все-таки клуба. Наши пресс-службы должны первыми выставлять какие-то новости. Поэтому мы идем, как говорится, по пути оболожения, улучшения. И да, тернистый путь, мы движемся по нему. Но, как вы заметили, мы все это делаем без потери результата. Белорусский боксер Алексей Алферов стал серебряным призером чемпионата Европы по боксу. В воскресном финале он уступил действующему чемпиону мира россиянину Шарапуддину Атаеву. Это третья медаль в копилке белорусской команды. Ранее две бронзы завоевали девушки Арина Данильчик и Виктория Кебикова. Всего соревнования в столице Сербии собрали 337 боксеров из 34 стран. Чемпионов определили в 25 весовых категориях. Параллельно в Минске проходил традиционный турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. Соревнования собрали около 200 спортсменов из пяти стран. Подробнее в нашем материале. Традиционный международный турнир памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Владимира Ботвинника собрал около 200 спортсменов из пяти стран. Белоруссия, Россия, Армения, Азербайджан и Кыргызстана. Напряженные бои шли в 13 весовых категориях у парней и в 4 у девушек. Здесь представлен резерв, это ребята 15-16 лет, это наше будущее, поэтому для них встречаться с представителями других стран это очень важно, особенно на домашней арене, для того, чтобы показать все, на что они способны. Ну и плюс к этому здесь мы смотрим тех ребят, которые в дальнейшем поедут на чемпионат Европы, который будет в июне. Здесь вообще нет слабых ребят, то есть этот турнир такого уровня, что фактически все ребята, которые сюда приехали, обладают определенным уровнем подготовки и все стараются отобраться для участия в чемпионате Европы этого возраста. Поэтому все бои были очень хорошего уровня, техника, тактическое мастерство было представлено очень широким, так скажем, в широком диапазоне. Несмотря на высокую конкуренцию, белорусские боксеры показали отличный уровень – 12 золотых медалей. Все они уже стали мастерами спорта. Лучшие совсем скоро представят нашу страну на столь долгожданном международном турнире. Подготовка к Европе будет очень серьезной. У нас будет в жабеньке сбор проходить и матчевая встреча. Будут готовиться два состава сборной Белоруссии. Предварительно перед сбором будет международная встреча. Пригласили сборную Москвы и Узбекистана. Есть яркие, талантливые наши ребята. Почему бы и нет? В 28-м году мы все вместе посмотрим. Я думаю, будет все хорошо. И у нас наконец-то появится золотая медаль в Республике Беларусь. Основанная на советской школе и продолжая славные традиции, белорусская школа бокса учит спортсменов быть универсалами. Интересуемся, какие качества помогают побеждать. Должен боксер обладать техникой тактической подготовки и, естественно, физически должен. Где-то в упорных боях уже не хватает именно на технику тактическую. И за счет волевых качеств, за счет физической подготовки она уже начинает преобладать. Это на мой взгляд. Так сложилось, что Минск Оупен проходил параллельно со взрослым чемпионатом Европы, где белорусские спортсмены смогли завоевать три медали. Хотя в плане было всего две. Две бронзы забрали девушки. Арина Данильчик и Виктория Кебикова. А серебряным призером стал Алексей Алферов. В поединке за золотом его соперником был Шрапуддин Атаев. Однако Алферов и его тренерский штаб отказались от участия из-за травмы локтя. Очень обидно. Но есть еще месяц, чтобы восстановиться ко второму мировому квалификационному турниру. Последний шанс попасть на Олимпиаду. Нас очень сильно ограничили в составе, потому что согласно критериям, которые выставил Межурный Олимпийский комитет, ребята, которые являются военнослужащими, либо имеют какое-то контрактное обязательство с армией, не имеют права претендовать на участие в квалификационном турнире. Поэтому от нашей страны поедет два боксера. Это Родионов Александр, весовая категория 71 килограмм, и Алферов Алексей, весовая категория 80 килограмм. Шансы очень велики, особенно у Алексея. Мы надеемся на то, что все-таки у нас в копилке будет лицензия долгожданная. К сожалению, не смогли мы принять участие, нас просто не допустили на европейский отбор, там, где было бы проще. Это два мировых, причем заключительный отборочный турнир в Камятии, что очень много желающих. Алексей должен попасть в призеры, то есть с первого по четвертое место. Если он завоевывает бронзовую медаль, у нас две бронзовые медали, тогда он автоматически квалифицируется на Олимпийские игры. У Саши с первого по пятое место он должен занять, поэтому мы надеемся на то, что все у нас получится. Около тысячи атлетов из Белоруссии и России выступили на международном турнире по каратэ Кубок Дружбы, который в воскресенье завершился в нашей столице. Они соревновались индивидуально в двух программах – ката и кумите. Это просмотровый турнир для формирования составов на игры Брикса и первенства мира, которое пройдет с 9 по 13 октября в Италии. Екатерина Романовская продолжит тему. Работа на перспективу. Третий международный турнир Кубок Дружбы по каратэ в эти выходные состоялся на Чижовко-арене. И в этом году соревнования организаторы переориентировали на спортсменов до 18 лет. Это связано с желанием федерации взрастить еще больше атлетов высокого уровня. Для этого открываются новые школы, увеличивается количество занимающихся – тренеров. Проводятся курсы повышения квалификации и регулярная государственная аккредитация. Я не впервые сюда приехал, уже много раз здесь бывал, много пытался. Мне всегда тренера говорили, что нужно больше стараться, тренироваться. И, наконец-то, я смог выиграть этот турнир. Я очень доволен, какой красочный у меня финал был. Вроде бы я проигрывал 3-1, но на последних секундах я смог добить противника, получил 3 балла и выигрывал эти соревнования. На протяжении двух дней около тысячи каратистов из Беларуси и России вели борьбу на пяти татами за кубки, медали и призы в двух программах «Ката» и «Кумите». Представителями 60 команд было разыграно 53 комплекта наград. Конкуренция очень высокая, все сильно зависит от конкретных категорий, но были отличные финальные поединки между белорусскими спортсменами и российскими спортсменами. Были чисто белорусские финалы и, соответственно, чисто российские. Да, хорошая борьба. Во всех категориях много участников. Это действительно интересно участвовать в таком турнире. Спортсмены выступали в возрастных группах 8-9 лет. 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17. И весовых категориях от 25 до 76 и больше килограммов. Международные соревнования стали традиционными и проводятся в канун праздника Дня Победы, начиная с 2022 года. Сильные девочки. В финал я переигрывала за 15 секунд. То, что там девочки неправильно дали замечания. И везде выиграла, потому что я слушаю своего тренера. Я впервые на Кубке Дружбы. Тут очень красиво. Сама страна очень красивая, столица очень красивая. Мне все нравится. Мероприятия сами хорошо подготовлены. Мне очень понравилось. Я не ожидала, что будут такие масштабные соревнования. Я честно рада, что я выступила для себя очень хорошо. Мне не важно, что я проиграла. Мне просто понравилось. Думаю, немножко не хватило скорости и резкости. Буду, конечно же, стараться все лето тренироваться. Турнир являлся просмотровым для формирования составов на игры «Брикс» 12-13 июня текущего года в России и первенства мира, которое пройдет 9-13 октября в Италии. Турнир появится в третий раз. Первый раз мы провели его в 2022 году. Тогда у нас было порядка 500 участников. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что у нас уже цифра давно привалила этот рубеж. Он стал достаточно массовым, популярным и обрел свое лицо. Кроме того, уже сформировались какие-то определенные традиции и уровень организации. Мы видим и наблюдаем, что он с каждым годом растет. И это отмечают те гости, которые приехали к нам сюда на турнир в город Минск. К слову, карате тоже будет принимать участие в играх «Брикс», как и во всемирных играх дружбы, которые пройдут в сентябре, а игры «Брикс» в июне. Это тоже для наших каратистов этап подготовки, как и для многих других, которые участвуют в других соревнованиях. Мы планово готовимся к этим соревнованиям, которые пройдут в июне месяце. Планируется, что от Республики Беларусь примет участие порядка 700 участников. Это включая тренеров, врачей, массажистов, иных специалистов. Мы уделяем этому достаточно серьезное внимание и планово готовимся. Готовимся, в том числе, осуществляем плановые организационные мероприятия по подготовке к ним. Ну и, естественно, надеемся на достойное выступление. Сегодня в регионах, в городе Минске, стартует первый тур второй лиги мужских команд по футболу, которые проводятся в соответствии с календарным планом Министерства спорта и туризма. Последнее время в прессе эта тема обсуждается. Я хотел бы пояснить всем, что Министерство спорта и туризма является регулятором в сфере в вопросе проведения чемпионатов первенств Республики Беларусь. Это определено законом Республики Беларусь о физической культуре и спорте. Возникает очень много вопросов, и я уже не однажды отвечал, в чем состоит суть проведения второй лиги. Она состоит в том, что мы проводим его по формату, как это было в 2023 году, а именно проведение зональных первенств в регионах, то есть в городе Минске и в шести наших областях. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы избежать дальних переездов, для того, чтобы избежать излишних финансовых трат, которые могут в том числе преследовать. И, безусловно, это поднимает интерес внутри регионов, внутри областей к футболу. Почему мы считаем? Мы считаем, что эта позиция была выработана не только Министерством спорта. В 2021 году была принята концепция развития футбола на перспективу до 2028 года, где она обсуждалась с заинтересованными государственными органами, областными исполнительными комитетами, областными федерациями, самой федерацией футбола. И было принято такое единодушное решение. Почему? Потому что, кто порей уже сам чемпионат второй лиги, он состоял из 20 команд, и, по сути, он носил такой формальный характер. Мы же считаем, и все пришли к выводу о том, что необходимо развивать региональный футбол, необходимо развивать массовый футбол. Именно оттуда будут рождаться те будущие звездочки, которые будут представлять нашу страну на международной арене в составе национальных сборных команд. И эта позиция такая единая. Есть мнение такого, ну, скажем так, противовес может быть даже законодательств, в том плане, что проведение некое альтернативное. Но мы, опять же, считаем, что это немножко не то, что правильный путь. Мы действуем в соответствии с действующим законодательством и полностью ему следуем. Далее к белорусскому футболу. На неделе состоялись матчи шестого тура. Славя Ивана Биончика сохранила лидерство и постепенно подходит к играм с Неманом, Батэ и Минским Динамо. Гродненцы, к слову, потерпели уже третье поражение подряд, не забив при этом ни одного гола. Во второй половине турнирной таблицы после шести туров минимальные разрывы. Удивительно, здесь наблюдать борисовчан. А передить желто-синик смогла даже фестивальная сморгонь. Команда собиралась по остаточному принципу и определилась с главным тренером только в феврале. Промежуточные итоги подводит рулевой медведей Игорь Слесарчук. Учитывая с теми трудностями, с которыми столкнулась не команда, а клуб в нынешнем сезоне, в принципе, пока мы ничем не удивляем и нас ничем не удивляют. Поэтому, скажем так, если пятибальная система, учитывать, что, я думаю, троечка нам можно поставить. Там, где мы могли взять очки, мы не взяли. Там, где мы должны были взять очки, мы взяли. Поэтому, как бы, пока идет, идет своим чередом. Выправляем ситуацию кадровую. К сожалению, сейчас немножко болезни нам помешали. А так, в целом, кадрово мы усилились, кадрово закрыли нужные позиции. Пытаемся развиваться, пытаемся смотреть вперед, бороться за место под солнцем. Насколько для вас это вызов? Вы последний тренер, который зашел в высшую лигу в этом сезоне, да, в межсезонье, и начал работать с командой. Для вас вызов насколько сильный? Да, нормальный. Что значит вызов? Если я согласился на работу, значит, меня все устраивает. Первое. Второе. Как любой человек, я хочу показать, что я умею тренировать, я умею выстраивать взаимоотношения с футболистами, с руководством, что тоже немаловажно, чтобы достигать какого-то результата. Вот в этом и заключается вызов. Старт против Минского «Динамо» в целом не совсем удачно, но потом команда начала добавлять. За счет чего этот резерв нашелся? Ну, во-первых, опять же, вы, наверное, знаете, что короткое время мы были вместе, плюс до конца не все понимают, что у нас было в феврале, что у нас было в начале марта, какой количественный состав у нас был, сколько нас было, кто это был. Поэтому время нам помогает в плане тренировочного времени плюс комплектования. Ну, поэтому как чуть-чуть, чуть-чуть вылезаем, вылезаем. Но, опять же, это не говорит о том, что мы вылезли и у нас сейчас все будет идти гладко. Нет, нас будет штормить и будет продолжать штормить. За выразительными матчами будут невыразительные. Это неизбежно, никто не обманывается. Но, знаете, как говорят, по весне надо пытаться набирать очки, пытаться набирать очки, потому что если отпустишь конкурентов, потом будет тяжело на версту. 16 пропущенных голов – это показатель того, что есть проблемы в защите, да? Да нет, команда вся вместе обороняется и вся вместе атакует. Это первое. Второе, опять же, мое видение в футболу такое, что с помощью автобусов перед воротами мы не привлечем ни зрителей, ни, скажем так, инвестиций, если так можно выразиться. Кому это интересно? Поэтому иногда приходится чуть-чуть авантюрно играть. Но, опять же, если посмотреть на европейский, мировой футбол, тут все зависит не в том, что ты такой особенный. Все зависит от мастерства, от уровня футболистов. Тренер – это всего лишь помощник для них. Поэтому так есть, пока так есть. Надеемся, будем улучшаться и в обороне, и в атаке. В середине таблиц сейчас находитесь. Насколько это тот результат, на который вы рассчитываете? Или можно еще выше? Ну, мы не в середине, наверное, будем по прошествии тура, а чуть-чуть ниже. Это первое. Во-вторых, чемпионат только начался. Я думаю, что где-то после 10-го тура можно как-то итоги какие-то подводить, смотреть, кто где находится, кто на что претендует. Я думаю, после 10-го тура начнется рассвоение команд. И там уже будет понятно, кто на что претендует. Но, опять же, повторюсь, наша задача, нашего небольшого, маленького клуба – бороться за место под солнцем и сохранить прописку высшей лиги. Опять же, в прошлом сезоне «Сморгонь» была домашней командой. Насколько в этом сезоне будет такой же показатель? И как дома вы удивляете? Мы пока дома сыграли одну игру. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что это просто стереотип. Да, в «Сморгоне» такая своеобразная аура. Тяжело там многим выступать. Но я думаю, что в «Гомеле» или в «Солигорске» в лучшие годы тоже было нелегко. То есть это, я думаю, клише, стереотип, который придумали журналисты. И каждый кто-то себя хочет чем-то оправдать, чем-то удивить. Вот вы говорили про то, что сохранить прописку в высшей лиге. Насколько будет сложно и принципиально в следующем туре против Днепра? У нас каждый матч сложный и каждый матч принципиальный. Поэтому я бы не разделял тут Днепр или еще кто-то там. Слудск? Ну да, например, Слудск, Шахтер. Много команд. 16 команд, 15 наших соперников, с которыми надо бороться. И каждый из них принципиален. Каждая игра – это отдельная история. И поэтому надо стараться победить. Главный тренер Барселоны Хави передумал уходить из клуба по окончании сезона и продолжит работать с командой. Об этом на пресс-конференции заявил президент каталонцев Жоан Лапорта. Совет директоров позже единогласно поддержал предложение о продолжении работы Хави в клубе. Тренер возглавляет Барселону с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне Барселона отстает от лидирующего Реала на 14 очков за 6 туров до конца турнира и пока занимает третью строчку в таблице. Интер в дерби переиграл Милан 2-1 и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Черно-синие продлили беспроигрышную серию в турнире до 27 встреч, 22 победы, 5 ничьих и в 20-й раз завоевали Скудета. Чаще титул брал только туринский Ювентус – 36 побед. На базе гольф-клуба «Минск» на неделе состоялась масштабная пресс-конференция с участием руководства центра, его официальных партнеров и журналистов. Для всех присутствующих также была организована экскурсия по гольф-центру, во время которой можно было посмотреть за тренировочным процессом спортсменов, посетить два гольф-поля и даже принять участие в мастер-классе. Гольф – это такой вид спорта, в котором главное не результат, а партнеры. Придумали его шотландцы, а в нашей стране поддерживают и развивают идеи этой игры гольф-клуб «Минск», который на этой неделе официально открыл новый спортивный сезон. И сделать это решил, пригласив на свою базу гостей – игроков, журналистов и, разумеется, своих партнеров. Вместе с представителями крупного автомобильного холдинга и победителем премии «Банк года 2023» в Беларуси директор центра Лидия Коткина провела пресс-конференцию, во время которой подводили итоги года прошлого, обсуждали дальнейшие планы сотрудничества и обозначили задачи на новый 2024 год. Основная цель нашего клуба – это развитие белорусского гольф-сообщества, безусловно. И благодаря партнерству, благодаря работе сегодняшней пресс-конференции мы сможем как можно больше людей привлечь в гольф и, самое главное, рассказать, что в него можно прийти в любом возрасте, в абсолютно любом статусе. Главное, чтобы было время и желание научиться. Это любительский вид спорта, в первую очередь, в нашей стране. Конечно же, профессионалы тоже есть, но наш акцент – развитие, стратегия наша на любителей. И я хочу рассказать через эту пресс-конференцию, что если вы придете сегодня, в следующем году, вы можете поехать на международный чемпионат, представлять нашу республику Беларусь в другой стране. И я уверена, что гольфисты будущие потенциально смогут привести победы. Интерес сегодня большой. Большой интерес у новичков. У нас в этом году достаточно большой прирост. Людям нравится. Ведь ты уходишь на фактически 4-5 часов, на одну игру, на природе, получаешь заряд бодрости. У нас уникальные поля. Мы видим, какая белорусская природа, как раз играя на наших полях, красивая. И очень многие, приезжая со всего мира, удивляются, что у нас на самом деле такие березовые рощи красивые есть, такие леса. Так что очень-очень интерес большой. Не обошлось без подарков и сюрпризов. Для всех присутствующих команда клуба организовала экскурсию по гольф-полю. Можно было посмотреть за тренировочным процессом гольфистов и даже попробовать поиграть самим. Гольф-поля создают, в принципе, из кучи ловушек. Одни из ловушек – это водные преграды. Задача гольфиста – бить ровно, чтобы мяч не попал в воду. Второй вид ловушек – это высокая трава. Третий вид ловушек у нас – это лесной массив. Не дай бог мяч в лес попадет, и там красивые цветы и так далее. Гольфист думает, как ему красиво и хорошо ударить, чтобы еще и не повредить природу. И бункера – это песчаные преграды. Из них очень сложно выбивать мяч. И тем самым гольф – очень стратегическая игра. Нужно правильно рассчитать иногда, не как можно дальше ударить, а правильно стратегически рассчитать, куда полетит мяч, чтобы и быстро пройти лунку, то есть за меньшее количество ударов, и не попасть как в ловушку. Чтобы гольфист мог передвигаться по полям быстрее, мы всегда используем гольф-кары, потому что на них гольфист проходит поле в среднем за 2,5 часа, а пешком 18 лунок он проходит за 4,5-5 часов. И люди, которые работают, у которых нет времени очень много посвящать гольфу, то гольф-кары – очень оптимальная история для того, чтобы заняться спортом и при этом еще и быстро пройти поля. Архитектором нашего поля стал Пол Томас. Это очень знаменитый архитектор, дизайнер полей, который создал самые лучшие мировые поля, в том числе и наше поле. Уникальность его в том, что мы находимся в лесу, наше поле лесное, и даже когда очень много гольфистов играет в гольф, то люди, которые находятся на определенной лунке, они думают, что они на поле одни. И даже если 100 человек одномоментно находятся на турнире, то им кажется, что на турнире 5-7 человек, не более. Это очень здорово, потому что некая колуарность, отдых и слияние с природой. Гольф в нашей природе – наш слоган. Это очень важно, ценно для отдыха и для того, чтобы создавать какие-то новые идеи и мысли. Одна из главных фишек комплекса – наличие в нем гольф-симуляторов для тренировок и соревнований в межсезонье. В зимний период, когда на улице лежит снег и выйти на поле у спортсменов нет возможности, благодаря этим симуляторам гольфисты могут оставаться в форме, не совершенствовать свои навыки, а новички с их помощью быстрее проходят обучение. Таких тренажеров в клубе сейчас два, а уже в мае будет открыт еще и третий. Симулятор очень полезен тем, что очень здорово, во-первых, не потерять форму зимой, если нет возможности куда-то полететь в теплые стороны, поиграть в гольф. Или новичку прийти зимой, подготовиться к сезону зимой и уже полноценно под открытие сезона выйти на поля, уже умея играть полноценно в гольф, владея всеми клюшками и всеми типами удара. Я выбираю, конечно же, новую игру, в которую хочу сыграть, то есть полноценное поле. И у меня есть выбор из 20 полей всего мира, которые оцифрованы полноценно, на каких я хочу сегодня сыграть. К примеру, Эмираты, Дубай. Я перехожу в следующую вкладку. Какие у меня сегодня будут настройки погоды, скорости качения мяча, как далеко он полетит, встречный ветер, попутный, как я хочу себя и потренировать. Далее вкладка у нас идет правил. Прежде всего, в какой формат игры я хочу сыграть. Командный, индивидуальный или на очки. И далее вкладка игроки. Сколько, соответственно, со мной игроков сегодня будет играть? Один, два, трое или четверо. Максимум в гольф играет четыре человека, одновременно он для ломки. В новом сезоне наших гольфистов ждет большое количество стартов, как в Беларуси, так и за ее пределами. На базе клуба планируется организация собственных турниров, в том числе и международных. Сезон начался рано, начался рано. В марте мы уже были в Южной Африке на 5 чемпионате мира. Наши команды очень хорошо выступили, я считаю. Среди 33 команд мы заняли шестое место. Вот и наш один мужчина в своей группе занял третье место призовое. Мы хорошо выступили по сравнению с другими сезонами, по сравнению с другими чемпионатами в прошлых годах. В этом сезоне у нас очень насыщен по гольфу, у нас очень насыщенный турнирный и календарный план насыщенный, спортивный план и выездные турниры в Российскую Федерацию, и выездные турниры в Турцию у нас планируются. А также у нас планируется кубок Республики, кубок гольф-клуба Минск, отбор на чемпионат мира. А вишенкой на торте станет уникальная номинация «Холл-ин-уан», которая существует с 2022 года. Ее победитель сможет выиграть новый автомобиль от партнера, пока забрать главный приз еще никому не удалось. Это уникальная номинация, которой нет нигде в странах Восточной Европы. Мы внедряли эту номинацию для того, чтобы сделать гольф-спорт в Беларуси более эмоциональный, более привлекательный для спортсменов, для гольфистов, реальных и новых гольфистов. И, безусловно, выигрыш, конечно же, поднимет и популяризирует этот вид спорта и сделает еще более привлекательным для новых игроков. В программе ближайших семи дней множество ярких футбольных афиш. Российская премьер-лига, финал пути РПЛ и встречи седьмого тура родного чемпионата. Международный хоккейный турнир в Астане сборной Беларуси среди участников. Это и многое другое в эфире телеканала «Беларусь-5» и канала «Беларусь-5» интернет. Итоги недели прощаются с вами ровно на одну неделю. В студии работали Кристина Захарова и Олег Завадский. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова